Здравствуйте, дорогие наши друзья! Это канал Давай Запишем, у микрофона Александр. Сегодня тема нашего урока — советы по сведению на плохой аппаратуре. Давайте попробуем. Ну что ж, конечно, это хорошо, когда есть деньги или какие-то спонсоры, и голова у нас болит только от того, что мы никак не можем определиться между Адам, Дженни Лек, Нойман или даже каким-нибудь комплектом Edifier тысяч за 70. Ну что, круто? А теперь давайте мысленно перенесёмся в двухкомнатную квартиру маленького городка, общим метражом 40 метров, где живут мама, папа, бабушка, младшая сестричка, пудель вечно линяющий и талантливый мальчишка лет 15. И он реально талантлив, об этом говорят его учителя по музыке. Спасибо маме, она когда-то его отдала в музыкальный класс. Он пишет стихи, сочиняет музыку, здорово поёт. И вот как-то, насмотревшись интернета, который сейчас кишмя кишит певцами, композиторами, аранжировщиками, битмейкерами, боже ты мой, решает наш мальчишка выразить свой протест. Музыкальный протест. Безвкусию, безграмотности, напыщенности и всему остальному. И что? Дело за малым. Оборудовать местечко для работы. Стол какой-никакой есть. Компьютер, слава богу, появился. Спасибо дистанционке и работающему папе, которому одобрили кредит, который он ещё будет выплачивать год. Микрофон подарила бабушка на день рождения, отжалив с четырёх пенсий шесть тысяч рублей. Всяких разных бесплатных музыкальных программуль подкинули. Пацаны сдавай запишем. БУшную миди-клавиатуру обещал на время подогнать. Николай Васильевич с дворца культуры. Всё равно, говорит, стоит колом, на ней там никто играть не умеет. Ну и последнее, чем остаётся разжиться, это какие-то колонки. Нет, ну есть динамики в ноутбуке, есть наушники от телефона, но говорят, что лучше всё-таки слушать звук ещё и из колонок. Особенно, если ты не просто слушаешь, а записываешь. Друзья мои, это было лирическое отступление, отражающее нашу музыкальную и не только действительность. И я уверен, что весь этот придуманный мною рассказ в большом числе случаев окажется правдоподобным. Увы. И что же нам с вами делать? Переходить к решениям. Первое, с чего хотелось бы начать, это всё-таки при отсутствии каких бы то ни было колонок искать возможность работать в наушниках. Но только в нормальных, если они есть. Мы не беспокоим младшую сестрёнку, не тревожим бабушку, уши беспощадно приучаем к их звучанию и стараемся изо всех сил. А если их всё-таки нет и даже на горизонте не предвидятся. Тогда собираем всё, что только можно. Старый родительский музыкальный центр, колонки от компьютера, которые сосед собирается выкидывать, акустические системы советских времён, которые, может быть, где-то завалялись на даче у папиных друзей и которые, кстати, если будут в форме, то дадут ещё фору многим современным звукоиздающим ящикам. Одним словом, ищем всё, что только возможно. И главное, чем больше и разнообразнее найдём, тем лучше. Дальше. Нарыли мы, к примеру, старинный, но живой двухкассетник. Если видим там кучу ползунков, которые управляют эквалайзером, то ставим их в нулевое положение, то есть всё в линеечку по центру. Потом ищем всевозможные кнопки Bass Boost, Super Ultra Multi Mega Bass и подобные, и немедленно их выключаем и забываем про них. Далее. Лезем в компьютер в настройки звука и отыскиваем там всяческие пространственные эффекты, шумоподавители, присластители, улучшайзеры и вырубаем всё начисто. Конечно, если вы раньше всем этим пользовались, то звук по-новому вам покажется дико отвратительным и невыносимым. Но именно это вам и нужно. Кстати, для интереса могу сказать, что очень многие студийные мониторы высокого класса звучат достаточно бесхарактерно, но правда очень чисто и сбалансированно. И там можно услышать практически все самые мельчайшие детали. Дальше. Обязательно убеждаемся, что всё у нас звучит в стерео. Это очень важно. Моно, конечно, нам тоже может понадобиться, но об этом давайте позже. Для начала мы должны понимать, что перед нами действительно стерео. Мы слышим, как летают звуки и инструменты, мы ощущаем пространство. Друзья, не сочтите за преподавательский идиотизм всё то, о чём я сейчас говорю. На самом деле приходилось видеть людей, которые реально не могут отличить моно от стерео. О как! Теперь нашли колонки, подключились, вырубили всё лишнее. И прежде чем вы соберётесь приступать к сведению, настоятельно рекомендую в том варианте звучания отслушать много похожей музыки на вашу. Естественно, в максимально хорошем качестве. То есть вам нужно адаптировать ваш слуховой аппарат под звук своей акустики и при этом заставить себя услышать все нюансы, как плюхает бочка, в какой порции слышен бас, где по частотам и уровню находится вокал и так далее. Слушайте на разных громкостях, чтобы научиться понимать, на каких уровнях различные инструменты становятся более яркими частотно или наоборот, начинают прятаться за другие. Короче говоря, слушаем много и очень внимательно. Ещё момент. Громкость на вашей акустике нужно сделать минимально возможную. Таким образом, встроенные усилители не будут вносить лишних искажений в звук и общая картина будет гораздо чище. Ну а саму громкость регулируйте через компьютер или карту, если вдруг таковая имеется. И запоминаем, во всех случаях увеличивать уровень сигнала будет лучше на входе, чем на выходе. Следующий пункт. Тем, у кого есть звуковая карта, нужно прослушивать и анализировать готовую работу из цифровой станции, а не из мультимедийного проигрывателя вашей операционной системы. Всё дело в том, что у подавляющего большинства карт есть драйвера ASIO, и звук из вашего секвенсора будет идти в обход программного микшера, который непременно может вносить хорошую порцию искажений и добавлять шума и грязи. Ещё один совет. При сведении старайтесь не переусердствовать с эквализацией, сатурацией и всякими там максигудизерами. Понятно, что если колонки далеки от совершенства, то по мере усталости уха, вам будет очень хотеться компенсировать плохое звучание всякими украшающими приборами. Держите себя в руках, давайте себе больше отдыха. Поскольку результат рискует стать откровенно плохим. Перекомпресс, задранные частоты, и вам придётся начинать всё сначала. А это убивает и настроение, и желание. И здесь же к этапу сведения очень важно приходить с хорошими исходными файлами. А уж вишенку на торт можно положить и в наушниках. Вот как раз о них сейчас и поговорим. Как бы то ни было, но готовый результат нужно тестировать в том числе и в наушниках. Если их нет, то придётся где-то у кого-то попросить, одолжить или арендовать. Потому что там звучание воспринимается несколько иначе. Слышны мелкие штрихи, которые вы можете не прочувствовать на колонках. Лучше просматривается стереокартина и баланс каналов. И слышны нюансы работы таких эффектов, как ревер и дилей. Кстати, у нас есть целое видео по этой теме, можете его посмотреть. Также находим возможность прослушать свою работу у кого-нибудь в автомобиле. Поскольку этот вид акустики сможет вам показать, что у вас творится в первую очередь с низкочастотной составляющей и с общей громкостью. Ну и не забываем про то самое моно, о котором я говорил в начале. Всё дело в том, что моноакустика типа тех же рэп-колонок покажет вам, насколько тот или иной инструмент вылез или наоборот просел. И вот если ваш микс не разваливается в моно, то у вас всё в порядке. По крайней мере, с балансом инструментов и голоса. Ну а если что-то пойдёт не так, возвращаемся в свою рабочую станцию, исправляем ошибки и снова дуем по всем инстанциям контроля звука. Ну и ближе к финалу скажу. Если вы сделали всё по этой условной методичке, но даже маломальски приличного сведения у вас так и не получилось, не отчаивайтесь. Пытайтесь разобраться в первопричинах, рассмотрите каждый этап вашей работы с нулевой точки. Хорошо ли вы записали голос и, к примеру, гитару? Правильно ли подобрали инструменты для аранжировки? То есть нет ли откровенно конфликтующих по частотам и характеру звука? Ну а после уже смотрите на то, какое оборудование использовалось. Возможно, что-то придётся и поменять. А также не стесняйтесь признаться себе в том, что опыта в звукорежиссуре и достаточных знаний у вас пока маловато. Всё придёт со временем, будьте настойчивы. Ну и прежде чем пожелаю всем удачи и поблагодарю за внимание, один маленький, но очень часто звучащий вопрос в качестве бонуса. Обязательно ли нужен при сведении сабвуфер? Отвечаю, нет, не обязательно. И более того, он вообще не нужен. Вот честное слово. Всё, друзья, спасибо и удачи! Я уверен, что весь этот придуманный мною рассказ... Я думал, ты мне что-то показываешь. Типа... Запишем, а потом сидите, переписывайтесь, хоть... Да. Да. Я не могу, я всех активировал. Отлично, активировал. Нашёл время. Поехали!